Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Хорошо. Все в порядке? Бог говорит к нам, правда? То, что я буду делать сейчас в течение этого и следующего урока, как я уже сказал, завтра последний урок мы посвятим молитве за вас. Но сейчас я расскажу подробно, что мы будем делать. Чем я занимался? На сегодняшний день я 31 год в еврейском служении. Я думаю, что все вы думаете, что мне всего 31 год, правда? Я так хорошо выгляжу. Можете мне не говорить, я вижу, что вы думаете. За 31 год служения, побед и поражений. И каждый, кто скажет вам, что у него не было поражений, падений, они врут. Это было сквозь все испытания и проблемы. Но я считаю, что ключевой момент — научиться со своих ошибок, правильно? И на сегодняшний день у меня гораздо больше успеха, чем проигрыша. Потому что я сделал выводы, что работает, что не работает. Будут времена, когда я буду знать точно, что делать. И делаю то, что сейчас Господь показывает мне, и то, что правильно. А люди все равно иногда не спасаются. Но я все больше и больше знаю, когда я сделал все, что я должен был сделать. Но то, что я вам хочу сказать, когда Бог вас ведет и направляет, и когда вы слушаетесь Его, у вас будет успех. Молиться можно так. Господь, направь меня к тем, кто готов принять Твое Слово. И я считаю, что ключевой момент и важный момент — иметь развлечение, когда кто-либо готов, а кто еще нет. И не позволяйте людям воровать ваше время, если вы четко видите, что они не готовы. Потому что ваше время слишком значимо. И я сейчас скажу вам кое-что, может, вы не слышали этого раньше. Вы должны уважать самих себя и уважать свое время. Потому что вы важная часть Царства Божьего. И у вас есть живое Слово, Слово Отвечности, которое живет внутри каждого из вас. Когда Писание говорит, не бросайте, не метайте бисер перед свиньями, не давайте драгоценного псам. То, что вы имеете, оно драгоценно. И вы должны относиться к тому, что вы имеете, как драгоценности. The Bible says to redeem time, which talks about redeeming your time. И Бог говорит, redeem. It says, redeem the time. Redeem. Do you want to look it up on your phone? R-E-D-E-E-M. Для Бога важно время. Цените время. И цените его, потому что время больше не принадлежит вам, а ваше время принадлежит Господу, так же, как и вы принадлежите Господу. И если просто кто-то хочет поспорить с вами, не тратьте на него свое время. Вы должны научиться различать, вы должны различать, когда кто-то с вами спорит только ради того, чтобы поспорить, ради того, чтобы получить от этого удовольствие и доказать самому себе что-то. Или они спорят, потому что они искренне пытаются найти истину. И вы будете знать разницу. Это процесс обучения. Вы научитесь различать эти вещи. Я переживал и то, и другое. Я поделюсь с вами примером, и потом мы помолимся. Я хочу поделиться с вами сначала тремя эффективными принципами, которые я использую 31 год в служении. Они очень базовые, очень основные принципы, но они работают. Я не хочу впечатлить вас своими знаниями, потому что оно не имеет такого значения. Я здесь для того, чтобы снарядить вас и улучшить ваше снаряжение для вашего же служения. И вот с этого момента и до конца нашего учения, до завтрашнего дня, мы будем разбираться вот с этими тремя основными принципами. Это ключевые моменты для достижения еврейского народа, а также впоследствии для всех людей. Первый, с чем мы будем работать сегодня и, наверное, до конца сегодняшнего вечера, первородный грех. Второе, что мы будем разбирать, жертвенник для крови, да? Алтарь, на который изливалась кровь. Описанный в Левита в 17 главе. Первородный грех, первое. Второе, нужда в этом алтаре, на который изливается кровь. И оно основано на Левитом 17 главе, 11 стихе. И then the third principle is, and I don't know, this might be hard for you to translate, it's the Messiahship of Jesus. In other words, it's establishing Jesus as the only solution to our sin problem. Третье, утверждение Иешуа как единственное решение для наших грехов, связанное с нашими грехами. It's establishing Jesus as the Messiah and as the solution to the problem. Утверждение Иешуа как Мессии, как средство, как решение вопросов с нашими грехами. Первое, что мы делаем, это распознаем, что есть грех. Потом мы разбираемся с жертвенником, на котором приносится жертва в крови. И потом мы как третий пункт утверждаем, что недостаточно просто было крови на жертвеннике, нужно было пролитие крови именно Иисуса. И мы проработаем все три, потому что все этих три пункта важны для достижения еврейского человека к Господу. И вернемся к принципу, что вы должны изначально уважать свое время. И это касается всех аспектов вашей жизни, не только вопросов евангелизации. Я не уважаю тех людей, которые не ценят мое время. Я люблю их, но я не уважаю их, и я не готов проводить с ними много своего времени. Люди, которые только потребляют твое время и только используют тебя. Люди, которые не ценят, не уважают твое время, которое на самом деле важно. Вам надо найти такой безопасный путь, как потихонечку уйти из их компании. То есть, как потерять с ними общение. This principle can be applied to, as I said, to all of life, but you can apply this principle to evangelism as well. И этот принцип касается не только евангелизма, но, как я уже сказал, абсолютно всех сфер вашей жизни. Ценить свое время. Did I share with this class about the guy that I spent three hours with? I didn't share with him. Okay. So I'm going to give you a good example. Я расскажу вам хороший пример. И примерно 9 лет я вел мессианское служение в Большой Церкви Гетвей в Далласе. И мы выросли в такую мессианскую общину примерно 600 человек. А когда происходили праздники, празднования, то приходило где-то тысяча человек. Is this mine from last night? And my assistant got a phone call from a city about six hours away. И мой ассистент принял звонок из города, который где-то был шесть часов пути езды от нас. And it was an orthodox Jewish guy who belonged to a Chabad congregation. И звонил ортодоксальный еврей, который, раввин, который посещал Chabad, относился к Chabad. And he said that he wanted at least three hours of my time. И он сказал, я хочу минимум три часа провести с Джеффри. So three hours with somebody that you don't want to be with is a very long three hours. И три часа провести с кем-то, с кем ты на самом деле не хочешь быть, это слишком долгие три часа жизни. И будучи честным с вами, я не знал, что меня ждет хороших три часа или жутких три часа жизни. И иногда, когда вы не знаете и не уверены, что вас ждет, иногда надо просто послушаться и делать то, что Господь говорит. И к тому же он потратил шесть часов просто, чтобы приехать ко мне в офис и провести со мной три часа. И я поступил, встретился с ним только ради зауважения даже, что он потратил двенадцать часов на дорогу, шесть в одну сторону и шесть в другую, в машине, просто чтобы провести со мной три часа. У него, он адвокат, но у него была докторская степень в юриспруденции. И он был очень образован и также образован в Писании, подкован очень хорошо. И когда он зашел в мой офис, я увидел в нем, что вот он перепрограммировщик, тот, который возвращает людей из христианства обратно в иудаизм. Я сразу подумал, что, о, приехал перепрограммировать меня, его хаббат прислал, чтобы я вернулся в иудаизм, точно. И я понял, что меня ждет долгих три часа разговора. И он мне сказал, откуда он прибыл и для чего он. И это было интересная история. Он был в разводе и встречался с красивой нееврейкой христианкой. Но она ему сказала, что никогда не выйдет замуж за неверующего. И она не могла строить с ним серьезные отношения, потому что он неверующий в ее глазах. И он страшно расстроен был. Он хотел ее, но очень не хотел ту религию, с которой шла с ней. И он пришел на наше мессианское служение. Очень интересно, как Бог может использовать женщину, чтобы привести мужчину к покаянию. И он приходил на мессианское как-то служение, и я узнал его. И на этом служении было много людей, и после был призыв, и в конце служения я молился за людей, служил им. И я помню, что стоит этот парень в очереди, очень выглядит по-еврейски, и стоит в очереди поговорить со мной. И он был в кипе, и он поздоровался со мной, представился, как его зовут. Он сказал, я Джимми, и меня зовут, я еврей. И я сказал, я вижу, по тебе видно, что ты еврей. Он выглядел, как еврейский профессор, или что-то из этой области. И он сразу сказал, но я не христианин. И он хотел это заявление сделать очень ясным и четким, что все это поняли. И он говорил, что он не верил в Иисуса, но преподнес это словами, я не христианин. И я сказал ему, приятно видеть тебя здесь, и чтобы ты понимал, я тоже не христианин, так что все в порядке, хорошо, что пришел. И все, что я помню, что это был конец нашего разговора с ним. И он старался как только мог познать Бога, которого знает его девушка. Он проехал шесть часов из Хьюстона на машине, только чтобы попасть со своей девушкой на наше мессианское служение. И он говорит, причина, почему я хочу вот сейчас провести с тобой три часа, потому что по дороге с того мессианского служения все шесть часов дороги мы спорили с моей девушкой. Он был еврей, и он не понял, почему это я ему в ответ сказал, что я тоже не христианин. И его девушка была христианин, и она не понимала, почему я сказал, что я не христианин. Поэтому они были в равной степени в замешательстве. И все шесть часов по дороге обратно в Хьюстон из Далласа они спорили об этом вопросе. И он сказал мне, слушай, пока я тебя слушал на том мессианском служении, ты выглядел очень искренним, и вроде бы ты понимал, что ты говоришь, чем ты делишься. Поэтому я хочу позадавать тебе вопросы. первое, почему ты мне сказал, что ты не христианин, я тебя не понимаю. Он сказал, я ответил, потому что я еврей. И я не использую термин христианства, потому что он стал таким широким и распространенным, и много вмещающим себя термином, что потерял на самом деле свое значение. Он включает в себя изменения религии. Это касается, это звучит, как будто я перестал быть евреем. И я ответил ему, я хочу, чтобы ты знал, что я верю, что Иешуа, он мессия, и я его ученик. И я верю, что Иисус это единственный путь ко спасению. Поэтому давай сделаем все ясным, и вот во что я верю. чтобы вы поняли, когда я среди христиан, и я знаю, что там нет еврейского окружения, для меня не страшно сказать, что я христианин. Я использую иногда это слово. но для того, чтобы спасти евреев и для того, чтобы привести их ко спасению, если ты в их среде, я не пользуюсь этим термином. Я говорю о личности Иисуса. И он сказал, у меня много к тебе вопросов. Никто до тебя не мог ответить мне на эти вопросы, у меня их много, но ты выглядишь так, как будто ты способен это сделать. Я не знаю, будешь ли ты использовать лезь для того, чтобы вернуть меня в иудаизм. Знаете, когда некоторые говорят тебе что-то приятное, просто чтобы захватить тебя, твое внимание. И он опять повторил, что у него много вопросов к нему. И он говорит, ну хорошо, три часа у нас есть ответить на все твои вопросы. И я все еще не знал, искренен он или нет в тот момент. И он задавал мне много самых сложных, классических вопросов по поводу Иисуса и верования и иудаизма. Классические еврейские возражения в сторону Иисуса. Было три часа беспрерывных вопросов и ответов. Но были классические такие возражения. Может быть, вы знаете некоторые из них, может быть, нет. Было бы неплохо, чтобы вы записали, чтобы осталось это у вас в памяти. Потому что вы столкнетесь с ними, если вы будете говорить с евреями. Один вопрос. Если Иисуса является мессией, то почему все евреи не поверили в него? И если он мессия, почему раввины не поверили в него? И все сводится к раввинам, потому что они являются фактической властью в иудаизме на сегодняшний день. Итак, первое. Если он мессия, почему все не поверили в него? Если он мессия, и то есть другими словами, если он действительно существовал, если он сделал то, что сделал, если он действительно является мессией, то почему это не было так явлено, чтобы весь иудаизм последовал за ним, чтобы все раввины и все учения последовали за ним? И я ему ответил вот так. Я ему ответил так. В то, что верит большинство, не обязательно отображает истину. И в этом нет ничего нового. Большинство в иудаизме даже не верят в Моисея. И сейчас мы говорим о законе Моисея, о том, каким он был героем, какой важной личностью был. Но были времена, и мы видим это в Писании, когда евреи сами хотели убить Моисея и не восторгались им. Были времена, помните, когда они говорили, кто такой Моисей, что он пришел спасать нас из Египта. И помните, когда Моисей поднялся провести 40 дней с Господом, они буквально через несколько дней уже начали поклоняться идолам. И смотрите, еврейский народ не следовал за Моисеем, хотя тот был фактически здесь на земле, и они видели его. И я ему так и сказал, что никогда не было такого, чтобы большинство следовало за истиной. Я сказал ему, посмотри во времена Илии пророка. Помните, когда Илия вопил Богу и говорил, я один, я один единственный остался пророк твой Господь. И Бог ответ Моисе был, я резерв 7000 которые не бомбили к Бол. Он сказал Элия Моисеем. Я сказал Моисеем? И Бог ответил Илие о том, что нет, ты не один, у меня есть еще спасенные пророки и их много. И на фоне нескольких миллионов евреев Илия думал, что он единственный оставшийся верующий в Бога. И в те времена, во времена Илии, Бог сказал, что сохранилось 7000 истинных поклонников верующих. И на сегодняшний день в Израиле примерно насчитывается где-то около 20 тысяч мессианских верующих евреев. И сегодня верующих больше, чем в дни Илии. И вот это высказывание можно сказать двумя путями. Не всегда большинство идет за истиной, и то, во что верит большинство, не всегда является истиной. Следующее возражение верить, что Иисус является Сыном Божьим и тем, что Он является Богом, это значит богохульствовать. И другими словами, поклонение человеку значит идолопоклонство. И говорить, что человек это Бог, это богохульство. И мой ответ на это возражение часто удивляет евреев. И я сказал, да, действительно, это богохульство. Поклонение абсолютно любому человеку это богохульство. И идолопоклонство, если вы говорите, что человек это Бог. Но Иешуа, он не человек, который почитал называть себя Богом. И Иешуа, он Бог, который пришел в виде человека на эту землю. И это очень важное понимание. если вы просто скажете еврею, что Иисус это Бог, вы будете выглядеть сумасшедшим в их глазах, и для них это будет богохульство. Но если вы объясните, что Бог это Бог, и Бог пришел в виде Иешуа в форме Иешуа на эту землю, тогда это звучит совершенно по-другому и приносит для них большую разницу. Поэтому очень важно делать вот это развлечение. следующее возражение о том, что Бог не может иметь Сына. Как это Бог имеет Сына? И они говорят, это не еврейское учение, вообще с нами не взаимосвязано. И когда они так говорят, я говорю, ну это очень странно, что вы мне так отвечаете. Потому что еврейское Писание как раз об этом и говорит. И давайте откроем Исаию 9 главу. И мы знаем это местописание. Это 6 и 7 стих. Ибо младенец родился нам Сын дан нам. Владычество на раменах Его и нарекут Ему имя чудный советник Бог крепкий отец вечности князь мира. Исаия 9 6 7 И написано ибо младенец родился нам Сын дан нам и перечислены многие его имена как его будут называть но два из этих имени это имена Бога и они точно так же звучат на иврите отец вечности и отец вечности и отец вечности и ни один человек на земле не мог бы быть назван Бог крепкий или отец вечности и и это написано в пророках очень ясно Исаия Ветхий Завет 9 6 7 стих другое очень сильное местописание которое я не слышал чтобы часто использовали в свидетельстве еврейскому народу и и я читал свидетельства венгерского раввина который покаялся и признал Ишуа Спасителем где-то больше ста лет назад И он использовал это сильное местописание И он находится это место в притче 30 глава 4 стих Я коротко вам расскажу свидетельство этого раввина который покаялся Раввин читал притчи в свое время И он начал читать эту 30 главу 4 стих И весь этот 4 стих 30 главы он состоит из вопросов и они выглядят как риторические вопросы кто кто восходил на небо и не сходил и если вы подумаете то это явно пророческая картина того что делал Иисус кто собрал ветер в пригоршни свои кто завязал воду в одежду для него для него весь все океаны как одежда его кто поставил все пределы земли какое имя ему И если вы смотрите в контекст то здесь понятно что говорится о Боге Никто другой не мог бы иметь все воды и океаны как свою одежду И никто не мог бы собрать ветер в свои пригоршни И никто из людей не мог бы установить пределы земли это говорится ясно о Боге И дальше идет вопрос какое имя ему И второй вопрос следующий идет и какое имя сыну его знаешь ли И здесь просто вопросы и здесь нет ответа Как интересно что Бог поместил эти вопросы в Ветхом Завете в Писании чтобы обратить внимание еврейского народа на них на эти вопросы и заставить их размышлять и думать И этот венгерский раввин пришел к более главному раввину и говорит с этим местом писания если 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 евреи верят что у Бога не может быть детей не может быть сына то как в Писании написано и какое имя сыну его потому что здесь выглядит как будто говорится о Божьем сыне и ответ главного раввина в принципе подвиг его искать ответ и быть по направлению ко Христу искать ответ в том что Христос Мессия не задавай таких глупых вопросов ты не можешь не имеешь права задавать их и вообще забудь такое не спрашивают и он не ответил ему и это побудило этого раввина заняться поисками и размышлением кто же такой Ишоа Спаситель и естественно в конце он встретился с ним и принял и покаялся поэтому вот эти еврейские утверждения о том что Господь не имеет сына они не взяты из Писания вы их не можете соотнести с Писанием потому что Писание так не учит следующее возражение еврейское которое тоже очень большое для них и это во что я тоже верил когда жил как ортодексальный еврей нам не нужен посредник евреям мы идем непосредственно к Богу пока я не был верующим в Иисуса я думал так может быть не евреям нужен какой-то посредник кто-то им нужен чтобы привести их к Богу нам евреям не нужен мы идем прямо к нему потому что мы Божий избранный народ и мы можем перепрыгнуть эту ступеньку посредника и пойти напрямую к Господу это конечно очень гордо звучит но это то во что верят большинство евреев ортодексальных я думал что я просто промарширую на небеса только из-за того что я Божий избранный народ я думаю что у меня есть такой автоматический вход пропуск кредитка безлимитная куда бы ты ни пошел слава Богу я понял что я был неправ и это учение о том что евреям не нужен посредник это тоже лже лже учение и оно никак не основывается на Писании позвольте мне сказать вам просто несколько примеров если вы посмотрите в жизнь Моисея помните помните И что сделал Моисею? Он выступил посредником. Он сказал, Боже, лучше уничтожь меня, лучше сотри мое имя из книги жизни, но не трогай свой народ. И Господь прислушался к Моисею, что показывает нам, как важны наши молитвы. Я думаю, что иногда наши молитвы могут поменять мнение Божье. И здесь явно видно, что Моисей был этим посредником между еврейским народом и Богом. И если мы рассмотрим всю систему судейства, то все судьи, в те времена они выступали посредниками между людьми и Богом. Если мы посмотрим на систему жертвоприношений, когда козлов приносили в жертву или овец приносили в жертву, когда нужна была кровь пролитая, то это тоже своего рода система посредничества. Даже это не была личность, но это была все равно система посредничества. Но также более явной системой посредничества являлась священническая система, левицкая система. Когда первосвященник и священники являли собой весь народ пред лицом Господа, они замещали в себе весь народ. И кроме, конечно, Иешуа посредника, самым важным таким посредником был первосвященник. Когда первосвященник раз в год мог заходить в Святое Святых и приносить жертву за весь народ, за весь Израиль. У нас были еще посредники Исаия и Иеремия, другие пророки. Мы видим пророков как посредников между народом и Богом, когда пророки взывали от лица народа или за народ пред лицом Божьим. Поэтому вот это еврейское лжеучение о том, что евреи идут напрямую к Богу и им не нужен посредник, оно никак не отображается в Писании. На самом деле, Писание так не учит. Поэтому, если вы столкнетесь с евреями, которые начнут вам высказывать вот такие возражения, будьте готовы им давать эти ответы. Но Писание говорит, делайте это с любовью, уважением, чтобы не было отвержения их. И этому я могу учить 24 часа в сутки без перерыва. Это может быть истощающе. Поэтому, что я вам посоветую, кто из вас имеет в своем общении именно таких непокаянных евреев ортодоксальных? Ну, евреи, которые евреи. Но я думаю, что каждый из вас с какой-то точки зрения хотел бы столкнуться с евреем, с еврейской личностью и просветить его. У меня есть много ответов на вот такие еврейские возражения, которые могут быть. Но я предлагаю, что вы говорите, может быть, вы говорили к чему я? Я хотел бы, чтобы вы записывали, потому что, если вы столкнетесь и вам начнут задавать вопросы, и вы не будете знать, как ответить. Или, может быть, у вас у самих есть какие-то сомнения и вопросы, и вы хотели бы получить эти ответы ради самих себя. Если вот сейчас во время перерыва, если у вас есть какие-то вопросы, запишите их тоже. И после перерыва я попытаюсь на них ответить, если у вас есть вопросы. И в конце последнего урока мы коснемся именно вот этого первого пункта, что мы записали, первородного греха. Поэтому давайте, если у вас есть, запишите вопросы сейчас, чтобы мы их могли обсудить после перерыва. Я не знаю, у нас осталось всего две минуточки до конца, до перерыва, но я не знаю, какие длинные вопросы или не длинные, поэтому начнем их сразу после перерыва. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому